Считается, что если очень захотеть, то могут исполниться самые смелые мечты и пожелания. Неожиданный подарок в виде нового автомобиля получил тренер по боксу из Славянска на Кубани. Подробности в нашем репортаже. Вновь избранный на пост главы Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прошёл долгий путь в своей профессии от промоутера известных боксёров до одного из самых эффективных спортивных функционеров России и мира. Конечно, для каждого боксёра очень интересно встретиться и пообщаться с таким человеком, а тем более сфотографироваться с ним и получить автограф. Вот и славянский боксёр и тренер по этому виду спорта Никита Трофимов вышел на президента Международной ассоциации бокса, что оказалось совсем несложно. У каждого боксёра, скажем так, я думаю, у каждого была такая цель увидеться со своим президентом, то есть взять автограф, пообщаться лично и, скажем так, у меня в том числе было такое огромное желание. И у него часто проходят конкурсы по розыгрышу различных призов. В соцсетях Никита Трофимов предложил Умару Кремлёву свой автомобиль «Жигули» в обмен на автограф и фото с президентом Международной ассоциации бокса. Был уже рабочее авто для таких хозяйственных нужд. И я отправил ему видео, что меняю ключ на ключ свое авто. Естественно, это выглядело смешно. Ключ на ключ, но обязательное условие – его автограф и фотография с ним. Шутка переросла не в шутку. Он пригласил к себе. Ну, а дальше, скажем так, вы всё видели. Когда Никита Трофимов приехал в столицу, он получил гораздо больше, чем рассчитывал. Умар Кремлёв подготовил для него сюрприз. Вручил ключи от новой иномарки. Для славянского тренера такой подарок стал полной неожиданностью. Фото с президентом ассоциации бокса он тоже получил. А заветный автограф президент оставил прямо на машине. Но это были ещё не все приятные подарки от него. Для воспитанников тренера юных славянских боксёров были приобретены боксёрские перчатки, шлемы, экипировка и другой очень нужный инвентарь. Воспитанники Никиты Трофимова, которые мечтают о настоящих спортивных победах, были очень рады подаркам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова